Привет! Здесь на картах Ленорман такой вопрос. Скорые перемены в твоей судьбе. В судьбе того человека, который в ваше время нашел это видео. На дне у колоды карт «Ребенок», которая и означает перемены. Что-то новое, да? Ребенок новый, наивный, совершенно новый. Войдет в вашу жизнь. И когда? Скоро. Ребенок всегда говорит «скоро». Итак, карта показала, что перемены будут. Ну а конкретно мы посмотрим, когда я выложу для вас расклад. Расклад будет в линию. И здесь будет ваша судьба. Две линии. Можно будет даже выбрать, кстати, верхнюю или нижнюю линию. В каждой линии у нас будет с вами по шесть карт. Выбирайте верхнюю или нижнюю линию. А я пока выкладываю карты. Итак, первая карта – крысы. Потом вы, госпожа, вы смотрите на крысы. То есть вы хотите избавиться от трудностей. У вас за спиной карта плетки. Говорит о том, что у вас сейчас много работы, много всяких проблем, которые вы решаете. Проблемы не такие простые по карте крест. И вам нужно получить какую-то нужную для вас информацию по карте змея. И у вас будет все хорошо, потому что карта сердца в конце. Это замечательно. То есть уже первый ряд показал, что вы справляетесь с мелкими и крупными проблемами. Карта крысы показывает мелкие проблемы, может быть, чьи-то склоки, наговоры, негативное влияние или крупные проблемы по карте крест. Но проблемы вы эти преодолеете, потому что это ваша линия жизни. И карта, которая заканчивает верхнюю линию, это карта сердца. У вас будет все в порядке. Ну, смотрим нижнюю линию. Я предлагаю смотреть обе линии. Но это вы хозяин-парень, вы выбираете, конечно. Итак, у нас садник, башня, сад, аисты, звезда или звезды. И карта лилии, последняя карта номер 30 лилии. Очень хорошо. В принципе, нижний ряд, он подтверждает верхний ряд. И он говорит, что, во-первых, перемены будут, будут быстрые, срочные перемены, потому что в картах Ленорман нет карты скорее, чем карта всадник. Карта всадник меняет жизнь, это переменные, это новости. И здесь всадник мочится к карте башни. В картах Ленорман огромное значение имеет направление в раскладе, какая карта, на какую смотрит. И здесь всадник мочится к карте башни. Башня Ленорман часто обозначает или же судьба человека, его самостоятельность, то есть ваше уединение, ваша самостоятельность как Личность. А также очень часто девятнадцатая карта башни означает работа, профессия, карьера и достижения, потому что башня достигает неба, то есть ваше достижение. А карта башни номер девятнадцать. Один плюс девять будет один, потому что это десять. Десять — это опять сложное число, нужно к единице прибавить ноль, и у нас получается один. В нумерологии число один — это счастливое число. Это число, которое, как вот в карте мага, старший аркан, если вы в курсе дела, там идёт речь о том, что вы можете всё. Ваша уверенность в том, что вы победите все препятствия, она города берёт. То есть вы можете всё буквально, ну, города берёт в переносном смысле, в метафорическом смысле, что вы добьётесь результата в профессии или же в семейной жизни. А следующая карта — гарден. Гарден, она говорит о том, что вы добьётесь успеха в обществе. Гарден иногда — это другие люди. И вообще номер двадцать, два плюс ноль — это два. Это другие люди. Другие люди, которые вокруг вас. Число два — это помощь, помощник, это содружество, партнёрство, включение в свою жизнь кого-то важного и взаимовыгодное сотрудничество. Кстати, если мы понимаем взаимовыгодное сотрудничество в браке, мы понимаем брак правильно. Меня кто-то ругал за то, что я сказала, что для счастливого брака, любви обязательно нужны ресурсы. То есть должно быть всё в порядке с финансами. Меня ругали, писали, что отписываются, потому что я меркальтильная и так далее. Well, не я придумала, а это натуральный закон природы, что Венера отвечает как за деньги, так и за любовь, правда? И в той паре, когда всё в порядке с финансами, когда нормальные траты, не на лишнее, а то, что нужно, когда все зарабатывают, когда есть работа, когда люди не находятся в упадочном настроении и так далее, то всегда и любовь, это способствует любви. А если в паре разруха нет работы, работу потеряли, человек издемождён, не может найти себя, не может свести концы с концами, то это, конечно, не способствует отношениям. Поэтому сад — это когда всё вокруг вас способствует вашим отношениям, когда в обществе вас принимают, когда у вас есть работа, и когда у вас счастливые перемены, потому что всадник, первая карта, — это счастливые перемены, а семнадцатая карта — аисты, сторк написано, по-русски аисты, это же перемены в личной жизни, когда у вас есть жильё, когда у вас есть всё хорошо, может быть, даже детки или внуки родились, всё в порядке, вы живёте в счастливом окружении, вас любят, вам дорожат, вам хотят помочь, и вы счастливы, это счастье. Тем более, когда аист летит на карту звёзды номер шестнадцать. Кстати, звёзды не зря номер шестнадцать, один плюс шесть — это семь, и в нумерологии это звезда мага, то есть звезда того, кто может всё. И я знаю точно, что вы добьёте счастья. Я знаю точно, что будут срочные перемены, когда всадник и на одной линии вместе с картой аисты, и потом карта звезда, а карта звезда сто процентов исполняет желание. И когда карта звезда переходит в карту лилии, это долгая счастливая жизнь, то здесь из песни слов не выкинешь никогда. Но я и не хочу выкидывать из песни слов, я хочу, чтобы вы были богаты и счастливы. Кстати, каждый человек должен хотеть это для мира, потому что когда вы будете богаты и счастливы, мне будет неплохо, конечно. Так что всё замечательно у вас будет. Ну, звёзды — это исполнение желания. Здесь расклад заговорен на исполнение желания, так что можете загадать желание, оно у вас сто процентов сбудется, и вы будете очень счастливы. А заканчивается расклад карты лилии. Напомню вам, что Дева Мария с лилиями — это означает выполненное обещание. Дева Мария выполнила обещание и дала Спасителю, Спасителя миру. И поэтому она приходит с лилиями. Она молчаливо сидит с лилиями. И не нужно ещё говорить, потому что лилии говорят сами за себя. Это метафора. Эта метафора говорит о том, что судьба, жизнь выполнит обещание, которое вам было дано при вашем рождении. Это обещание, что вы будете жить долго и счастливо. Об этом карта лилии, об этом нет сомнений. У меня иногда такие люди приходят интересные, которые не понимают, что гадание — это всегда тайна, это всегда полузагадочно, это всегда метафора, чтобы вы могли её переложить на свой язык. Только тогда это будет для вас актуально. И я расклад выпустила недавно, и я там говорила про туфли, что партнёр должен подходить как туфли к вашим ногам. И весь мир как обувный магазин. Нужно выбрать свои туфли. А чтобы их выбрать, нужно походить в них, попробовать. И денег достаточно иметь для этого, то есть ресурс, чтобы понравиться кому-то и так далее. То есть это была метафора про туфли. И мне кто-то написал, а при чём здесь туфли? Ну вот подумайте. Человек ничего не понял и ещё меня обвинил. Это была метафора о том, что нужно подбирать себе окружение, любимых, быт. Вот как в доме у вас, например, у меня в доме, всё так, как я люблю. А у вас в доме так, как вы любите, а не так, как я люблю, потому что это ваш дом, правда? И так далее. То есть здесь надо понимать, что именно каждая карта — это метафора. Например, змея меняет кожу, когда она уже взрослая. И поэтому змея — это перемены. Какие перемены срочно будут счастливые? Потому что после карты змея у нас сердце — это любовь, это найти своего партнёра по жизни, это найти своё счастье. Но это очень счастливый расклад. Я вижу, что у вас будет много интересного в жизни, потому что, во-первых, вы вышли в раскладе. Это карта госпожи, это ваша карта, ваш сигнификатор, сигнификатор вопрошающего, тот, кто нашёл видео в ваше время. И у вас за спиной карта плётки. Говорит о том, что вы справитесь с трудной работой. После плёток карта крест. Вы справитесь с трудной работой. Не сомневайтесь. Вы справитесь со всеми крысами и недоброжелателями. И ещё я вижу, что мы сейчас вместе с вами помогаем вам улучшить своё положение, как материальное, профессиональное, так и семейное. Вместе с вами здесь мы идём вперёд для того, чтобы вы нашли своё счастье. Это моя миссия — помогать вам найти ваше счастье. И навсегда вы избавитесь от всех своих врагов. Навсегда. У вас всё будет хорошо и даже лучше. Сейчас меняется ваша жизнь. Сейчас идут перемены. Сейчас вы в положении, выгодном для вас. Вы боролись долго, вы сопротивлялись, вы молодец и продолжаете двигаться вперёд. Вы входите в свою силу и напрочь избавляетесь от всех врагов. Именно в этом видео вы достигаете своей цели, потому что лилия — это и есть цель. Достигайте своей цели. И успех вам обеспечен по карте звёзды. Что сделано, то сделано. Забудьте о том, что было вчера. Идите дальше. Победа и награда будут ваши. Это вам гарантируется. И сейчас вот лилия растягивает в пространстве вашу счастливую жизнь, защищает вас от негатива. И вокруг вас будут только благоприятные обстоятельства. И только те люди, которые вас любят и поддерживают. И между вами, в вашей семье, в вашем роду будет взаимопонимание и любовь. Вот об этом этот расклад, мои дорогие. Так что каждый слышит своё, конечно. Поэтому я расклад показываю крупным планом. А чтобы карты могли с вами поговорить, даже без меня можно звук выключить. Потому что вы получите невербальную помощь тоже. Не только от моих слов, которые я беру из пространства для вас, конечно. Но и тоже невербально получите помощь от этого расклада. В этом я не сомневаюсь. Не сомневайтесь, пожалуйста, и вы. Друзья, меня зовут Лена. Я живу в Канаде. Я ленорманист-энтузиаст, а также профессиональный ленорманист. Читаю карты очень давно. Много очень людей консультировала. Сейчас я делаю только общие расклады, потому что у меня больше миллиона подписчиков. И моя задача — это помогать тем, кто на меня подписан. Это забирает всё моё время. Поэтому у меня нет времени для других дел. То есть для того, чтобы принимать людей. Есть на YouTube две разновидности гаданий. Одни гадания, когда человек показывает, что он умеет, чтобы клиент обращался. Но это тоже имеет место быть. Это тоже хорошо. Но я этим не занимаюсь. Я не делю свою энергию между заказанными раскладами и общими. Поэтому мои общие расклады, они живые. Они помогают всем, кто зашёл и задал свои вопросы. Потому что я концентрируюсь только на вот таких раскладах для всех. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Здесь всё для вас. Ну, конечно, расклады — это большая затрата энергии с моей стороны. Поэтому если у вас, наверное, не просто есть желание, наверное, необходимо сделать тоже какую-то благодарность мне. И самая лучшая благодарность, она не стоит ни копейки денег, это просто послать это видео на страничку в вашей соцсети, такие как Facebook или же Instagram. Таким образом, конечно, вы скажете спасибо, и это будет такая гармонизация энергии кармическая. Так что очень здорово. Благодарю за это. Ну, а кто хочет послать мне иногда донат, это можно сделать на моём сайте kolena.torot.com. Переход на сайт есть под каждым видео. Или же можно стать спонсором канала. Тоже благодарю сердечно. Будем видеться. Желаю вам счастья, всего самого-самого лучшего. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok